Любит мудрый, дедушка с телом не отстаёт. Он и тратит домой, а я песню пою. Кружевные платьица, бантики, костюмы и галстуки. Сегодня это всё для бабушек и дедушек. Воспитанники 20-го детского сада подготовили для них праздничную программу, конкурсы и даже подарок. Цветок под названием «Доктор», чтобы бабушки и дедушки не болели. Мы закапывали, цветочек в землю сажали и потом их поливали. Бабушки, как оказалось, тоже могут дать фору внукам, причём без репетиции и специальной подготовки. Для них воспитатели устроили конкурс песен прошлых лет и бабушки запели хором. Парня полюбила на свою беду. За пределами актового зала выставка, на ней фотографии работы бабушек. Вот, например, вышивка под названием «Золотые руки бабушки Ани Абрамовой». А рядом картины из бисера. Женщины вспоминают, в их прошлом не было планшетов и телевизоров. Оттого они занимались рукоделием и помогали старшим. Именно это, уверены представители старшего поколения, правильный путь воспитания современной молодёжи. Наверное, делать всё вместе с ними, не просто оставлять их у телевизора, как иногда бывает, нам вроде как некогда, посадили мультиков много. Я думаю, что надо заставлять помогать. Вася, что ты помогала бабушке совсем недавно? Мыть? Пол. Пол мыть, пыль вытирать, да. Вот он ещё у нас помогает. Пока только это. Такие праздники в 20-м детском саду проходят регулярно. Воспитанники занимаются по программе «От рождения до школы». Она предполагает участие детей в специальных проектах. Каждый из них посвящён отдельной теме. Сначала воспитатели с детьми её обсуждают, изучают, осознают, а в итоге проводят большой праздник. Это может идти от детей, от их интереса. Это может быть и событие какое-то, вот как сейчас, да. В преддверии дня пожилого человека, конечно, наших бабушек и дедушек ещё нельзя назвать пожилыми людьми. Но тем не менее, воспитание любви к своим родным, внимание им. Впрочем, несмотря на это, сами дети, пока мамы с папой рядом нет, признаются, что с бабушками им больше нравится играть и отдыхать. Ведь родители иногда ругают, а бабушки просто заботятся и любят. Я бабуленьку родную очень крепко поцелую, ведь бабуленька моя очень-очень добрая. Поцелуемся, да? Моя ягодка, не наглядная.